МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Главные темы дня. Вышел в свет 48-й номер еженедельника Вестерн Армения. Вызовы сохранения права на национальное восстановление Армена Кабрамян. Мать Армении и арм-консул бесплатная юридическая помощь арцахцам. Ипархиальная школа Шуши – очаг армянского культурного и образовательного пробуждения. Пока свежа память о родной колыбели, арцахский вопрос не закрыт. Принимающий КОБ-29 в Баку готовится к масштабному расширению добычи газа. Царство Урарту – незаметный гигант древнего мира. Вышел в свет 48-й номер еженедельника Вестерн Армения. На обложке нового номера символ нынешней Арцахской битвы – армянский солдат, появившийся на первых полосах местной международной прессы. Один из символов победы – Альберт Уванисян. Альберт и сослуживцы три дня и ночи бесспорно сражались с азербайджанскими, турецкими бандитами и наемными террористами. Храбрый воин, рискуя собственной жизнью, спас жизни сослуживцев. В новом выпуске вашему вниманию представляем очередное заседание Национального собрания Западной Армении. Речь президента Арменака Абрамяна к 155-летию Комитаса. Наше право жить и сохранять культурное наследие Западной Армении. Слова соболезнования Арменака Абрамяна в связи с событиями в Ливане. Завершение раскопа в древней местности Пере в городе Адыяман. Северский пакт и миссия Харберта – непроходящее свидетельство геноцида, совершенного против армян. Армянская английская и французская версии еженедельника доступны на нашем сайте WesternArmения.tv. Председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян выступил на мероприятии, посвященном 30-летию Союза Армении. Арменак Абрамян подчеркнул, право на национальное восстановление имеет жизненно важное значение для существования армянского народа. Отметил о постоянных опасностях геноцида, призвав сохранять уважение к родине и бороться с постоянными вызовами. Миссия организации является правом армянского народа на существование посредством защиты культурных ценностей. Представители Западной Армении, выступая в ООН, поднимают вопрос национальных прав. Право на национальное восстановление имеет жизненно важное значение для существования армянского народа. 27 октября в бизнес-центре «Элит-плаза» в Ереване состояла встреча с жителями Арцаха. Встречу пригласили Движение «Мать Армении» и Адвокатское бюро «Армконсул». Движение «Мать Армении» и Адвокатское бюро «Армконсул» с июня этого года реализует совместную программу по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, вынужденным переселенным из Арцаха, с целью представить текущий отчет от проделанной работы, рассказать о социальных проблемах народа Арцаха, дать профессиональные ответы на часто повторяющиеся проблемы и представления позиций относительно возможностей реализации прав арцахцев на возвращение было созвано собрание, где приняли активное участие наши соотечественники из Арцаха. Шуши в свое время был одним из центров армянского духовного созидания, где действовали многочисленные образовательные и культурные центры. Основанная в XIX веке епархиальная школа Шуши была важным учебным заведением для армянского общества. Школа была создана для просвещения армянской молодежи и сохранения национальных ценностей. С годами она стала центром армянского культурного развития. Как сказал Лео, один из воспитанников школы, это было маленькое учреждение, родившееся в бедности. Поначалу в ней учились лишь 20 учеников. Школа работала в крайне стесненных экономических условиях. Первые учителя преподавали бесплатно. Епархиальная школа Шуши подарила нации ряд выдающихся деятелей. Арам Манукян, Аршак Атаян, Бахши Ишханян, Гарегин Первый Овсепян, Рикор Нерсисян, Лео, Акоп Хан Ларян, Акоп Уванисян Мурат Цан, Никол Думан, Согумон Мелик Шахназарян, Степан Агаджанян, Вагарш Вагаршян, Вартан Абувян, Тамблачик Чахан, Константин Мелик Шахназарян и прочие. Вопрос Арцаха не закрыт и не может быть закрыт, пока есть те, кто буквально полтора года назад жили на своей родине. Вопрос не закрыт до тех пор, пока есть люди, которые боролись за освобождение этой родины и защищали ее. До тех пор, пока есть люди, которые ради существования этой части родины потеряли самых близких – сына, брата, отца, дедушку. Пока свежа память о родной колыбели, вопрос Арцаха не закрыт. Сегодня наши соотечественники, насильственно перемещенные из Арцаха, подвергшиеся этнической чистке, отрезаны друг от друга, лишены возможности виртуального общения на своем диалекте, сохранения своих традиций. Все это направлено на то, чтобы отдалить арцахцев от Армении и закрыть арцахский вопрос. В конечном счете был осуществлен геноцид. Все это гораздо лучше понимает и наш вековой враг, стремясь сделать все, чтобы уже завтра или послезавтра закрыть армянский вопрос. И на этот раз навсегда. Армена Копян. Полная статья доступна на газете PAST. На климатическом саммите КОП-29 в Баку, который стартует 11 ноября, Азербайджан представит планы по расширению добычи газа в ответ на спрос Европы на энергоснабжение. Это происходит именно тогда, когда ученые предупреждают, что увеличение выбросов углекислого газа ставит под угрозу будущее человечества. Международное энергетическое агентство подчеркивает, что использование нового ископаемого топлива должны упасть до нуля к 2050 году. В отчете КОП-29 призывает лидеров саммита быть настоящими сторонниками изменения климата, а не пропагандистами зависимости от ископаемого топлива. В отчете также упоминаются нарушения прав человека в Азербайджане, подтвержденными Европейским судом по правам человека. В тени Великих империй существовало незаметное, но могущественное королевство Урарту, которое на протяжении веков стало символом беспрецедентной силы и инновации. Основанный в IX веке до н.э., Урарту был не только царством, но и центром неприступных крепостей и культуры, демонстрируя ценный творческий дух своего народа. В Тушпе, недалеко от современного города Ван, урарцы строили крепости с применением современных решений из каменной архитектуры, что действительно беспрецедентное явление для той эпохи. Враждуя с таким могущественным соседом, как Осирия, урарцы веками пороли силами империи, стойко сохраняя свою независимость и идентичность. Однако со временем слава царства была забыта, руины были погребены в землю, а память об урарцах перестала существовать в исторических источниках. Только благодаря археологическим открытиям XIX века тайны Урарту вновь были раскрыты, открыв загадочные страницы Древнего царства. Проведенные за последние годы генетические исследования доказывают, что современные армяне являются ближайшими потомками урарцев. Согласно базе данной Harvard и анализу G25, армяне имеют самую близкую генетическую связь с урарцами. Сегодня, когда исследования приливают новый свет на прошлое урарту, то, что могущественное царство тесно связано с армянским народом, укрепляется с новой силой. Археологические находки и генетический анализ возрождают славную историю урарту, делая ее неотъемлемой частью идентичности современных армян. Наследие урарту свидетельствует о древних корнях армянского народа и подтверждает их уникальную культуру и цивилизационный вклад в мировую историю. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok